Сегодня мы познакомимся с разделом физики, основы специальной теории относительности и рассмотрим следующие вопросы. Принцип относительности Галилея и электромагнитное явление. Постулата Эйнштейна. Закон взаимосвязи массы и энергии. Развитие науки и техники позволило ученым-физикам на границе 19-20 веков достаточно точно провести измерение скорости света. Оказалось, что скорость света в вакууме не зависит ни от скорости движения приемника света, ни от скорости его источника. Результаты таких экспериментов привели ученых к необходимости пересмотреть представления о тех свойствах в пространстве и времени, которые были известны людям из повседневного опыта. Так возникла специальная теория относительности, до появления которой представление об строении мира основывалось на законах классической механики Галилея Ньютона. Специальная теория относительности – это раздел физики, в котором изучаются свойства пространства и времени, а также законы движения тел при скоростях, сравнимых со скоростью света. Для понимания данной темы рассмотрим первый вопрос – принцип относительности Галилея и электромагнитное явление. Вспомним некоторые важные понятия, лежащие в основе классической механики. Во-первых, пространство и время являются абсолютными понятиями, то есть не зависят от того, в какой инерциальной системе они измерены. Во-вторых, инерциальная система отсчета называется система, в которой при отсутствии воздействия на тело его скорость остается постоянной. В основе классической механики лежат два фундаментальных принципа. Первый – принцип относительности, утверждающий, что при описании механических явлений все инерциальные системы отсчета равноправны. Второй – принцип мгновенности распространения взаимодействий, согласно которому все взаимодействия между телами механической системы передаются мгновенно, с бесконечной скоростью. Кроме того, во всех инерциальных системах отсчета все механические явления при одинаковых начальных условиях протекают совершенно одинаково. Это так называемый принцип относительности Галилея. При переходе к инерциальной системе отсчета, которая движется со скоростью v навстречу телу, модуль скорости тела становится больше на величину, равную v'. Это так называемый классический закон сложения скоростей, который означает, что в механике Галилея Ньютона не может существовать предельной скорости. Однако, электромагнитные процессы происходят со скоростями, сравнимыми со скоростью света, то есть гораздо большими, чем скорости движения в классической механике. В связи с этим возникают вопросы, будет ли справедлив принцип относительности Галилея для электромагнитных явлений? Зависит ли скорость света в вакууме от движения его источника и приемника, как это должно быть в классической механике? Существует ли предельная скорость? Для ответов на эти вопросы были необходимы новые эксперименты. Было известно, что для распространения, например, звуковых волн необходимо наличие упругой среды, козообразной, жидкой или твердой. Естественно предположить, что и для распространения электромагнитных волн, например, световых, необходима также некоторая среда. Ее назвали мировым эфиром. Впервые гипотезу о существовании невидимого, невесомого и упругого эфира, заполняющего все пространство, выдвинул в 1678 году Дюгенс. Однако при таком подходе важным становится вопрос о скорости света, измеренной наблюдателем, который сам движется относительно эфира. Зависит ли скорость света от скорости движения источника и приемника излучения? В качестве такой быстро движущейся лаборатории было предложено использовать Землю, летящую вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду в пространстве мирового эфира. При таком движении эфир, увлекаемый Землей, должен был создать эфирный ветер. Необходимо было экспериментально ответить на вопрос, как влияет эфирный ветер на скорость света в системе отсчета, связанной с Землей. В 1887 году американские физики Майкельсон и Морли провели эксперимент, точность измерений в котором была достаточной для обнаружения влияния эфирного ветра. Разберем схему их экспериментальной установки, получившей название интерферометра Майкельсона. Оптическое устройство размещалось на массивной каменной платформе, которая, для исключения влияния механических колебаний, была погружена в бассейн с артутью. Свет от источника С делился на два взаимно перпендикулярных луча 1 и 2, которые после отражения от зеркала М1 и М2 сводились вместе на детекторе. В результате наблюдалась интерферационная картинка, чередование темных и светлых полос. Как ожидалось, возникающий в результате движения из земли эфирный ветер должен был не одинаково влиять на скорости 1 и 2 лучей, что приведет к разности во времени прохождения лучами расстояния от источника до приемника и появлению дополнительной разности хода лучей, а значит и к соответствующей интерферационной картине. При повороте платформы на 90 градусов лучи менялись местами, что позволяло ожидать изменения интерферационной картины. Многократное проведение эксперимента в разное время суток, в разное время года показало, что никакого изменения интерферационной картины, а значит и разности хода лучей 1 и 2, не наблюдается. На основании этого был сделан вывод о независимости скорости света в вакууме от скорости источника и приемника излучения. Представления о существовании мирового эфира оказались несостоятельными. Результаты опыта Майки Сона Морли позволили сделать следующие выводы. Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения приемника или источника излучения. Она постоянно в любых инерциальных системах отсчета. Представления о существовании мирового эфира оказались несостоятельными. Если явления происходят со скоростями, сравнимыми со скоростью света, то в этом случае законы классической физики нарушаются. Следовательно, это поставило под сомнение имеющееся представление о свойствах пространства и времени. Рассмотрим следующий вопрос. Постулаты Эйнштейна. Отрицательный результат опыта Майки Сона Морли был одной из величайших загадок физики на рубеже 19-20 веков. Выдающиеся ученые того времени выдвинули целый ряд идей для объяснения данного противоречия. Однако, решающий шаг был сделан в 1905 году 25-летним физиком Альбертом Эйнштейном, который выдвинул новую теорию пространства и времени, получившую название специальной теории относительности. Эта теория положила начало новому этапу развития физики. Для преодоления появившихся противоречий Эйнштейн предложил постулаты, являющиеся обобщением экспериментальных данных. Первое. Постулат относительности. Во всех инерциальных системах отсчета все физические явления при одинаковых условиях происходят одинаковым образом. Второе. Постулат постоянства скорости света. Во всех инерциальных системах отсчета скорость света в вакууме одинакова и не зависит как от скорости источника, так и от скорости приемника излучения. Это противоречит классическому закону сложения скоростей. Однако, целиком соответствует результатам экспериментов. Проведя анализ представления пространства и времени, Эйнштейн пришел к выводу о том, что одновременно события и понятия относительные. То есть события, одновременные в одной инерциальной системе отсчета, могут оказаться неодновременными в другой инерциальной системе отсчета. Вместе с этим из постулатов специальной теории относительности вытекает существование других релятеристских эффектов. Эффект сокращения длины, эффект замедления времени. Поставьте на паузу и ответьте на вопрос. Чем отличается принцип относительности Галилея от первого постулата специальной теории относительности? Принцип относительности Галилея говорит о том, что только процессы классической механики протекают одинаково в инерциальных системах отсчета. В отличие от Галилея, Эйнштейн своим первым постулатом утверждал, что любые процессы в инерциальных системах протекают одинаково, независимо от того, движутся ли эти системы равномерно и прямолинейно или находятся в состоянии покоя. Рассмотрим следующий вопрос. Закон взаимосвязи массы и энергии. Изменение представления о свойствах пространства и времени повлекло за собой появление новых взглядов на связь энергии тела с его массой. Известно, что в классической механике импульс тела определяется как произведение массы тела на его скорость. Значит, с учетом второго закона Ньютона, изменить импульс тела можно, действуя на него силой на протяжении некоторого времени. При переходе к специальной теории относительности меняются соотношения, определяющие импульс и энергию тела, с учетом того, что зависимость скорости тела от времени в релятивистском случае имеет предельное значение. Важнейшим отличием специальной теории относительности от классической механики является то, что энергия тела не превращается в ноль, даже если тело покоится. В этом случае энергия тела пропорциональна его массе. Таким образом, в покоящемся теле содержится огромный запас энергии. Соответственно, изменение энергии покоя тела связано с изменением его массы. Это утверждение называется законом взаимосвязи массы и энергии. Трудно переоценить практическое значение закона взаимосвязи массы и энергии для энергетики. Например, из закона следует, что тело массой 1 грамм обладает энергией покоя равной 9 умноженное на 10 в 13 степени джуэля или 2,5 на 10 в 7 степени киловатт-час. Эта энергия эквивалентна энергии, которая выделяется при сгорании 2000 тонн нефти. Так, благодаря развитию физики в 1905 году, человечество узнало о практически неисчерпаемых запасах энергии, которая содержится в любом веществе. Подведем итог. Поставьте на паузу и проведите сравнительный анализ классической механики и релятивистской механики. Рассмотрим пример решения задачи. Солнце ежесекундно излучает в пространство примерно 3,75 на 10 в 26 степени джуэля энергии. Насколько уменьшается ежесекундно масса Солнца вследствие этого излучения? Насколько лет хватит Солнца при таком расходе массы, если масса Солнца равна 1,99 на 10 в 30 степени килограмм? Запишем краткое условие задачи. Решение. Из закона взаимосвязи массы и энергии тела следует, что изменение массы равно отношению изменения энергии к скорости света в квадрате. Подставим значение и выполним вычисление. Получим, что ежесекундно масса Солнца уменьшается на 4,17 на 10 в 9 степени килограмм. Время жизни Солнца можно определить из отношения массы Солнца к ежесекундному изменению его массы при излучении энергии. Проведем вычисление и получим ответ равный 1,51 на 10 в 13 степени лет. Запишем ответ к задаче. Подставьте на паузу и заполните таблицу. Проверьте свои ответы.